Зима – традиционное время проведения веселых праздников, вечеринок и корпоративов. Не успела пройти череда новогодних торжеств на подходе не менее яркие и веселые февральские праздники – День влюбленных и День защитника Отечества. В преддверии этих мероприятий есть возможность получения дополнительного дохода. Налоговая служба напоминает – доход должен быть получен законным путем. Налоговым законодательством Республики Беларусь предусмотрено более 30 видов деятельности, при осуществлении которых гражданам не требуется регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Среди них 10 видов деятельности предусмотрены для организации и проведения праздничных мероприятий. Например, очень востребованными услугами у граждан пользуются, как показали у нас отчеты наши, пользуются оказанием таких видов деятельности, как парикмахерские услуги, услуги по дизайну интерьеров, музыкально-развлекательное обслуживание, оказание услуг томодой, актера развлекательного жанра, многие-многие другие услуги, фото-видеосъемка. Тот, кто намерен заниматься этими видами деятельности, должен сначала подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет с указанием конкретных видов деятельности, которыми он предполагает заниматься, а также место и период работы. Подчеркну, что с 2019 года гражданам Республики Беларусь предоставлено право налоговым кодексам обратиться в любой налоговый орган за началом осуществления деятельности по заявительному принципу. Придя в налоговый орган, гражданин с паспортом подает уведомление. Уведомление можно подать в первый раз, это надо перейти все-таки в налоговую инспекцию, опозначить себя как гражданина, который собирается заниматься таким видом деятельности. Как правило, налоговый орган предложит подключиться к нашему очень удобному электронному сервису в личный кабинет физического лица, через который потом граждане могут подавать уведомление и оплачивать ставочку единого налога. Итак, уведомление о начале деятельности в налоговую можно подать лично, либо отправить его по почте. В общем, любым удобным способом. Заплатить ставку единого налога и спокойно заниматься своим делом. Хочу особо отметить, что при оказании видов деятельности, которые не требуются регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, физическому лицу не обязательно регистрироваться и вообще нет необходимости подавать какую-либо финансовую, экономическую, бухгалтерскую отчетность налоговый орган. Некоторым категориям граждан, пенсионерам, инвалидам, многодетным родителям предусмотрены льготы в размере 20%, а по нескольким основаниям ставка единого налога снижается на 45%.